Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань присоединяется к нашему эфиру. Сергей Владимирович, приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро, мы из Украины, Херсонщина. Это Украина, слава Украине. Героям слава. Сергей Владимирович, как там с подготовкой псевдореферендумов? Изменились ли настроения у оккупационных войск? У оккупационных войск сейчас паника. Такие могут быть там уже подготовки про референдум. Уже все замолкли про референдум. И если еще неделю назад Стремаусов пытался рассказать, что якобы 11 сентября референдум не произойдет, потому что, мол, не готовы еще люди. Он даже там привел какой-то соцопрос, где 80% категорически против. И только 8% сказали, что пойдут на референдум. 12% сомневались. И он даже это опубликовал у себя на странице, потом резко удалил. И начали удалять по другим телеграм-каналам, где это распространяли. Но, тем не менее, там информация сохранилась, где он это писал. Мы же понимаем, в принципе, что для россиян настроения людей, они им безразличны. Потому что вот это псевдодействие, которое они собирались проводить, оно абсолютно никак не связано с настроениями людей. Они уже заранее понимали результаты, которые они будут опубликовывать. Но самое страшное для них, это то, что они не могли организовать картинку. Потому что привоз людей там, заставлять людей идти на участки. То есть это было бы все видно. Поэтому коллаборант Стремаусов начал готовить почву к тому, что якобы проведение референдума надо отложить. Ну, а с последними военными действиями, когда вооруженные силы Украины тоже стали хотеть поучаствовать в референдуме, как мы говорим, то вот тут уже оккупанты полностью ротировались. Их сейчас нету. И, кстати, вот правительство из ФСБшников, кстати, членом которого был Ковалев и так назвал себя министром, оно уже вообще как бы замокло, его нету, они прячутся. И уже неизвестно, где Стремаусов. Мы видели там журналистское расследование, что якобы он там где-то в России. Ну, может, не в России, но, по крайней мере, прячется так это точно и однозначно. Потому что сейчас и коллаборанты, и ФСБшники, они напуганы. Потому что сейчас уже нет такого места в Херсоне. И Херсонской области, где можно было бы чувствовать себя безопасно оккупантам и коллаборантам, якобы вообще презентовать это как какой-то штаб или какую-то центральную избирательную комиссию. Потому что штабы, как мы видим, оккупантов взлетают в воздух, командование оккупантов взлетает в воздух, поэтому они сейчас просто все разбегаются и прячутся, как крысы. Ну да, касательно Стримаусова, который был неоднократно вами упомянут, это как раз тот случай, когда лучше никогда больше не слышать и не видеть. Но один разочек увидеть и услышать все-таки можно. Поэтому сейчас наших зрителей призываю внимательно смотреть на экран. Никто Херсонскую область, город Херсон не освобождает, никто никуда не отступает. И чем больше Зеленский сегодня погоняемым, погоняемый, еще раз повторюсь, западом, заявляет о наступлениях, тем больше и больше людей хотят идти на референдум. И, знаете, хотелось бы с вами обсудить еще такую вот ситуацию, стратегии дальновидности и... Прошу прощения, просто для уточнения относительно Стримаусова. Дело в том, что украинские блогеры... О чем он думал, когда это записывал? Дело в том, что украинские блогеры проанализировали эту картинку. Во-первых, то, что происходит за спиной Стримаусова, то есть на каком фоне он снимает это обращение. А во-вторых, что происходит внутри того помещения, в котором он находится, то есть внутренний интерьер. И выяснили, что это отель, если не ошибаюсь, Мариот, который в Воронеже находится. То есть просто на гугл-картах очень четко можно увидеть те топографические метки, которые там находятся. То есть это и некий собор, это еще какие-то здания такого удлиненного типа и так далее. Согласитесь, постарался, да, помог блогерам, показал. Стримаусов не в Херсоне, это точно. Да, точная локация не херсонская, это однозначно. И таких локаций в Херсоне нету, поэтому точно где-то... Но они сейчас все прячутся, не только Стримаусов. Сейчас вообще как бы не видно, не слышно ни одного ни коллаборанта, ни ФСБшника. Но вот Стримаусов записал какое-то видео, и то все поняли, что он однозначно находится не в Херсоне. Поэтому у них сейчас паника, они прячутся. Сергей Владимирович, а что вы можете сказать относительно ситуации Херсон-Запорожья? Потому что, судя по тому, что озвучивал Кириенко, и вот мы рассказывали новость о Госдепе, который говорит, что именно Кириенко, он ответственный за проведение псевдореферендума. Но, как мы понимаем, что в Херсоне сейчас жарко. Мы не будем уточнять, насколько именно жарко, потому что мы хотим, чтобы все получилось, и чтобы... Ну, без подробностей, да. А вот у них по плану шло Запорожье-Херсон, скажем, одним блоком. В то же время Золотов говорит Путину о том, что с цветами что-то не встречают. Все идет по плану освобождения, украинцы рады оккупантам. Ну, то есть полное, тотальное вранье, и пазлы не складываются. Как вы считаете, дальше что будет? Референдум перенесется, будет новая дата, либо же будет какая-то другая схема, которую они попробуют все-таки внедрить, потому что от своих планов не захотят отказываться. Ну, сейчас, кстати, вообще они абсолютно молчат и о проведении референдума, и о дате. Кстати, однозначно уже понятно, что 11 сентября никакого референдума не будет. Ну, это было понятно, кстати, и до последних событий на фронте. Они его хотели переносить. Сейчас они уже однозначно молчат об этом. И Кириенко, который ответственный и за оккупированные территории, и за Запорожскую, и за Херсонскую область, он как раз представлял правительство вот этих ФСБшников, в которые входил как раз Ковалев, ответственными за проведение референдума на оккупированных территориях, в том числе, ну вот если мы говорим про Херсонщину, то как раз за референдум отвечали правительства коллаборантов. Они себя называли военно-гражданской администрацией, которую возглавлял Сальдо, а Стримаусов у него был замом, и Булюк был замом. То как раз вот Булюк, он занимался экономическим блоком. Кстати, его тоже очень давно не слышно, вероятно, прячется где-то. А Стримаусов занимался политическим. Это вот как раз организация проведения. Почему именно коллаборанты занимались? Потому что якобы виденье Путина проведением референдума, и об этом говорили в Кремле, занимаются сами украинцы. То есть это инициатива украинцев провести референдум и изъявить желание о присоединении к России. Поэтому организацией этого и как раз построением коллаборантской вертикали в оккупированной территории занимались именно предатели Стримаусов. И такие же предатели, как они, они организовывали вертикали по всем административным единицам, а они их анонсировали 20 в Херсонской области. Это 18 районов, плюс Новая Каховка и город Херсон, как отдельные административные единицы. Они пытались возродить районы в том виде, в котором они были в Советском Союзе. То есть у них все по аналогии с Советским Союзом идет. Вернуться в прошлое, как говорится. Но даже в этом они не смогли назначить абсолютно во всех так называемых районах административных единицах своих представителей, предателей, то есть коллаборантов. И вот этот в том числе и организационный провал, за который отвечал именно Стримаусов, он тоже сыграл определенную свою роль. Потому что даже подобрать предателей на руководящие должности, несмотря на карьерные взлеты, которые происходили, когда уборщица становилась главой района, Тамада в Скадовском районе становился главой района, а в Береславе Сапожник с рынка становился главой района. Даже при таких карьерных взлетах они все равно не смогли установить полностью коллаборанскую вертикаль во всех районах. То есть организация у них тоже была абсолютно провалена, потому что такого количества предателей они просто банально не могли найти. Ну и надо еще учесть, что партизанское движение тоже сыграло свою роль, потому что преследование как раз коллаборантов, предателей, информационная работа, листовки, которая идет по всей области и с каждым днем только усиливается, она тоже, как говорится, охлаждает горячие головы даже тех, кто пытается сделать стремительный карьерный рост. Они у них тоже потихоньку охлаждают, потому что жизнь важнее, чем карьерный взлет. Ну да. Сергей Владимирович, продолжается действие по тому, чтобы оккупантов оттеснить с украинской территории, и лучше даже говорить не о том, как это происходит, а о конкретных достижениях, конкретных результатах. Такие результаты есть, вот как минимум два, и оба касаются Антоновского моста или района Антоновского моста. Был удар, сообщается об этом, как по самому мосту, так и по понтонной переправе, которую оккупанты пытаются там наладить. Что вам известно об этом, что можно рассказывать? Да, вчера вечером, ну, как я думаю, дождемся, конечно, утра, был такой финальный, как говорится, удар опять-таки по Антоновскому мосту и по понтонному мосту, и это только не два случая, потому что там четыре базы за вчера взорвали. Идет, знаете, такая очень жесткая демилитаризация россиян на нашей земле. Взрываются их склады, очевидцы присылают фотографии, они взрываются и в Херсоне, и в Таврийске, и в Новоизбурьевке, и в Береславе. Летят склады, штабы оккупантов. То есть вот сейчас, причем это все дело происходит и днем, и ночью. Если раньше мы видели только, как ночью просыпаются хаймерсы, то сейчас они не засыпают. Оккупанты просто взлетают и днем, и ночью, и утром, и вечером. Поэтому идет очень активная демилитаризация как раз тлов оккупанта. Они взлетают в воздух транспортной артерии, потому что оккупанты все-таки не оставляют попытки тянуть технику и информация, где вчера они там Чубар выдавали эту информацию, формируют колонны и направляют в сторону Херсонщины, видать с целью все-таки переброски. Я видел информацию, что даже они там в Запорожской области планируют проведение усиления техникой. Но как раз невозможность перебросить им эту технику на правый берег, ближе к линии фронта, это вот как раз контроль, наш контроль, нашими вооруженными силами над мостами, куда вот вчера контрольный раз, и мне кажется, уже в последний раз был четкий прилет, и был там очень-очень сильный и мощный взрыв на Антоновском области. Сергей Владимирович, благодарим вас. Херсон, держитесь. Херсон – это Украина. Спасибо вам. Мы ждем хороших новостей.